Неудивительно, что у этого щенка нет аппетита. Ветеринары говорят, заболел чумкой. Евгений, зоозащитник, забрал его вместе с десятком таких же из пункта передержки «Белка и Стрелка». Этих собак он хорошо помнит, они живут в его дворе. Говорит, до того, как их отловили, малыши были шустрые, игривые, но сейчас еле лапы передвигают. Младной она не кушает ничего. Все похудели, все присмерти. Каждый день капельницы свозим. Вот волонтеры помогают. Забрали мы оттуда их за деньги. Сколько заплатили? Три тысячи волонтеры давали нам. Отпускать щенят на улицу мужчина боится, ведь подрядчик может приехать еще раз и опять их отловить. По словам жителей, делается это весьма страшным образом. Вот так поднималась по лестнице, у нас здесь лестница, а стреляли оттуда, они оттуда подъезжали. Вот этот барсик, который лежал, его первого застрелили, он упал сразу. Потому что у него попали в ребра, где сердце, он сразу умер. Общественники, которым давно не нравится, как работает белка и стрелка, регулярно проводят проверки пункта передержки. На одном из рейдов они обнаружили в машине подрядчика вместе с живыми щенками и трупы собак. Но работники сказали, что это они подобрали на улице. Так, а вы трупы тоже собираете, что ли? Да. Трупы собираете? Да, фотографируем. Скорее всего, они эти трупы закрывают соседние контракты. То есть им надо, чтобы заявка была отработана и на нее не было жалоб. Здесь им убивать собак запрещено, их надо всех доставлять в пункт отлова, но не все собаки подходят. Соответственно, они ловят только тех собак, которых можно собрать руками. Это либо щенки, либо совсем такие уже прикормленные, а диких собак, то есть мы считаем, что они просто уничтожают на месте обитания. Чтобы это доказать, Юрий вместе с общественниками вызвали полицию и изъяли из машины белки и стрелки два трупа собак. Они были отправлены на судебно-медицинскую экспертизу. Она показала, что животные погибли от дротиков с препаратом Детелин. Значит, этот препарат используется только подрядчиками по отлову. Его купить в розничной сети, в ветеринарных аптеках невозможно. Они говорили, что этих собак вроде как то ли сбила машина, то ли они их нашли. Трупы явно были свежие. Кроме подрядчика, да сделать, я считаю, что никто не мог. Учредитель благотворительного фонда «Белка и стрелка» с претензиями не согласна. Она говорит, что действительно, в контракте не прописано убирать трупы с улиц, но они все равно этим занимаются, так как благотворительная организация и это прописано в уставе. А собаки, убитые Детелином, якобы были найдены на дороге. Эти собаки были возле приюта, их привезли. Они у нас ни в реехе не занесены, они вообще к нам никакого отношения не имеют. Мы их подобрали на кладбище Бадалыка, когда нас просили почистить это кладбище, отловить там собак. Две собаки было подобрано, чтобы на родительский день люди не видели этого всего. Они что нас? Увидели, что мы стреляли или еще что-то. Мы вообще Детелином не работаем. Сейчас общественники готовят претензию, которую передадут в управление дорог и благоустройства, а также в ближайшее время отправят все материалы в прокуратуру. Антон Шевчук, Эдуард Баглай, Афон ТУА Новости.